Добрый вечер! Здравствуй Юлик! А почему мне так три балла? Если б сказал здравствуй я, он и тебе бы пять поставил. Юлик, это разминка. Это разминка. Поскольку ты стоишь, чтобы тебя не мучить. Разминка со зрителями. Разминка со зрителями. Знаете вы все это такое стишок? Гуси-гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Перефразируйте эту фразу. Гусьман-гусьман! Ты еще ничего не начал? Они уже гогочут. Я там сижу, концерт слушаю. Ну там, в греберке. Я вспомнил историю, как в Баку, может вы не знаете, еще в Баку недавно открыли, ну не так недавно, лет пять назад открыли огромный новый ресторан Макдональдс. Первый, стеклянный, роскошный, М-буквы, клоуны. И вот хозяин вышел перед ходом, стоит гостей, встречает. Первый идет посетитель и говорит, по-азарбайджански это еще смешнее, но я по-русски расскажу. Он говорит, ну что есть кушать? Он говорит, все есть, хозяин. Как говорит, бигмак есть? Он говорит, нет. Гамбургер есть? Он говорит, нет. А что есть? Он говорит, все есть, да? Шашлык есть, львля есть, курица есть, все есть. И самое главное, что в Баку, вот я вот сейчас думал, они мне когда заставили меня готовиться, говорят, ты знаешь, ты вот обязательно, здесь такие умные люди, театральные байки, всякие киноистории, а вот Вестник их знает миллиард, там, Львович их знает миллион. Юрик, я тебе перебью, можно я отойду? Товарищ, дайте мне с народом побеседовать пять минут. Я никогда не видел таким задумчивым Гусмана, потому что я его прервал, и он не знал, что сказать. Гусман задумался. Он помнил, что когда-то в КВО он отвечал на такие искрометные вопросы, но не помнил как. Мне бы дали 30 секунд, и я бы сказал, а мне не страшна никакая беда с меня, как с Гусмана вода. Все! Сейчас, чтобы я не ходил, я сяну, если позволите. Ладно, и сейчас я кончится еще расскажу. Многие не верят, что, во-первых, что на уровне КВН никто в стране писать не может. Никто, нет такого автора. И в КВН встречается народное творчество, которое вообще невероятно непредсказуемо. Вот у вас несколько выписок, просто вот, что вам прочитать, потому что это можно не поверить даже. Из «Разминки» я играю на гармошке у прохожих на виду. Виктор Степанович Черномырдин на пенсии. И вот очень страшная, прошу прощения, удам, очень страшная шутка. Николане Двора. Импотент без квартиры. А вот это свой среди чужих и чужой среди своих. Борис Моисеев в женской бане. Да? Вообще, когда я был мальчик, там, юноша, то были мифы. И постепенно все эти мифы стали анекдотами. Мне рассказали про Семёна Михайловича Будёнова. Рассказали, что вот Семён Михайлович Будённый был такой мощный, физически развитый, такой спортивный, что он в молодости особенно мог без отдыха, без еды, без питья проскакать 200 верст. Ну, а если на лошади, то все 400. Вот такая жуткая история про Будённого. В эпоху Будённого был такой писатель, очень известный, автор великой книги «Конармия» Исаак Бабель. И однажды подошёл ординариц к Будённому, он говорит, Семён Михайлович, вам Бабель нравится? Он говорит, смотря какая. Юлий Гусман. До свидания, спасибо. С таким наслаждением слушал вот последний рассказ. Ты можешь или нет кого-нибудь спародировать? Ну, винокура ты можешь спародировать? Вот я ни разу не видел, пародируешь ты или нет. Валую. Я Валую вообще не пародирую. Валую не могу. Валую, винокура. У меня не получается Валую. 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 Да, я пошёл в баню, а там сыну, я в баню, а оп. Хорошо, что я был, а мама не была. Да я не умею, Леон, не умею. Я его даже не предупреждал. Я даже не говорил, что я его попрошу. Посмотрите, сходу. Я не умею. Вот единственный человек, которого могу показать вам сейчас, и вы точно поймёте, что это я попал. Да. Камера есть какая? Есть какая рабочая? Эта? Вот эта? Хочешь, Измайлова покажу? Вот он. Показал Измайлов. Один в один. Леон Измайлов, и всё. Чего я его объявляю? Так, теперь моя очередь. Приехал один мужик к тёще на дачу. Она, как водится, его стала учить, как надо жить. Орала, орала, и в обморок упала. Может? Подожди, ещё рано смеяться. Мужик перепугался, ночь на дворе, он никого здесь не знает. Схватил мобильник, набирает номер больницы, который чаще на стене написан, и попадает в котельную, к дяде Феде, который привык, что ему звонят по поводу газовых печей, котлов и отопительных систем. И вот между ними происходит такой разговор. Алло, алло, это скорая помощь? Ну, а какая же ещё-то? А дежурную я могу слышать? Это тебе к врачу надо к ушному обратиться. Может ты слышать или не можешь? А дежурной сегодня я. Послушай, дежурный, у меня катастрофа. Ну, ясное дело, была бы у тебя бутылка, ты бы вряд ли позвонил. Да мы тут вдвоём с тёщей, она отключилась. Что делать? Ну, ясное дело. Дввоём с тёщей, вам понятно, ничего хорошего не сделать. А что отключилась-то? Вся система или просто подачу воздуха забила? Откуда я знаю? Не знаю, тогда первонаперво понюхай. Не пахнет ли от неё газом? Да нет, вроде не пахнет. Так, ну раз утечки газа нет, то возьми молоток и по головке постучи. А как она сдвинется? Отверни шейку на 180 градусов. Отвернул? Не, она сопротивляется. Ага, ну тогда, значит, надо снять заглушку. Вьюшку откинь да пошуруди там как следует. Чем пошурудить? Ну не пальцем же, палку возьми. А как пошурдишь, сопло поглубже заправь. И только после этого прочисти ей горловину. В каком смысле? Ну в прямом. Ёршик смажь чем-нибудь жиром и туда-сюда, туда-сюда. Ну ничего себе, я, конечно, попробую. Правда, как туда ёршик пойдёт, не пойму. А ты смажешься лидолом, он и проскочит. Ну а дальше что? Что дальше? Дальше не забудь заслонку и вставить, чтобы не сифонило. Куда вставить? В поддувало. А где у неё поддувало? Ну где-где? Снизу, конечно. Только ты прежде колено проверь. Если оно наперекосяк, то ты колено-то выверни. Вывернул. Ну и что? Вообще отключилось. И не фурычит. Фурычит, но слабо. Ага. Ну, значит, сейчас будем воду сливать. Как сливать? Ну как-как? Сливать будем через нижнюю форсунку? Давай буфера откручивай. Как откручивать? Ну, по часовой стрелке. Ну как у тебя там? Да лежит она в отключке. А прокинул что ли? Ну да. Тогда возьми тросик, да прочись её по всему проходу. От задней форсунки до переднего клапана. Понял? Какой тросик? Как я её прочью? Я же тебе балбес уговорил. Заглушку ты из неё вынь. А у неё что, и заглушка есть? Ну если бы не заглушка, ты бы давно уже угорел. Эй, ты куда пропал? Так я заглушку эту искал, только нету её. Ну ты тундра. Что ж у неё наружу, что это всё торчит? Сначала кожух надо снять. Хотя погоди, а у тебя вообще-то штуцер работает? У меня? Ну у тебя, у кого же ещё-то? А-а-а, по всему видно давно не продували тебе его. Ты сам-то видно давно забыл, как он выглядит. Возьми сейчас за него обеими руками. За кого? Да не за кого, а за что. За штуцер, за свой. И подвигай его туда-сюда. Поддаётся? Ну в общем-то да. Эй ты, смотри, его совсем ты не оторви. Штуцер должен плотно в манжетку входить. А он тебя, видать, по всей горловине болтается. Да в какой горловине он болтается? Ну, которая в топке. Какая топка? У меня тёща в обмороке. Ну так ты ещё кочергой у неё внутри пошуруди. Я не могу, она сама кочергу взяла. Всё, разговор заканчивается. Тёща встала, зарвала. Ты что, негодяй, со мной выстворял, пока я в отключке была? Ты зачем кухонный ёршик мне в ухо совал? Ты зачем среду мне в ноздри засовывал? И выгнала зятя. Так он и не узнал, где у неё подувало, а где заслонка. А-а-а. А-а-а. Вот я... Спасибо. Я в последнее время всё больше как-то так, знаете, болею одной темой семейной. Я уже написал об отношениях между мужем и женой. Вспомнил не раз добрым словом дорогую тёщу. А в последнее время хочется всё больше говорить о наших дорогих, очаровать неподражаемых... А-а-а. ...шечках. Идите честно для нас, юмористов, тем, что всегда непредсказуемо в своих ответах, в своих поступках. И вот переиграть, перешутить ребёнка на сцене просто невозможно. Я не забуду, как однажды после номера на сцену поднимается маленькая девчонка лет пяти, нарядно одетая, с букетом цветов. Медленно идёт от края сцены к микрофону. Все на неё смотрят, она это знает, поэтому идёт медленно. Подходит я и говорю, боже мой, сударыня, не соблаговите ли вы назвать нам своё прелестное имя? Она говорит... Чё? Я говорю, как тебя зовут? Мафа. В шутку говорю, жених есть? Ага. Я говорю, как зовут? Мафа. Ну, я чувствую, мой клиент. Маша, у тебя когда день рождения? Пят в августе. Я говорю, какого года? Кавдава. Ну, без комментариев. И я недавно написал новый монолог, который хочу вам сегодня и показать. Премьера номера. Наша радость. Женщина. С такими нервами надо не в маршрутке ездить, а в такси. Я вашу кофту не лапала. Ну, задела чуть-чуть сапогом. Прям куда там настоящая верблюжья шерсть. Конечно, конечно. Я это поняла. По двум маленьким горбикам. Спочель. Спочели. Ирка, ты что ли? Я же не узнала. Ну, здравствуй, верблюдь моя. Поцелую. Ой, Ирка, сколько лет, сколько зим, Ирка. Ну, что я, что я. Я вся по уши в детях. У меня пока немного, семеро. Три мальчика и четыре сына. В общем, Ирка, семеро козлят и папа козёл. Чтоб я ещё раз родила. Я со своим табором иногда готова сквозь землю провалиться. Эта папенька повёл как-то всё семейство в элитный ресторан. В Макдональдс. Сели, ну, как обычно, набрали всего, знаешь, половина осталась. Вроде и оставлять жалко, и уносить неудобно. Папа придумал. Подзывает этого мальчика в кепке, говорит, а это всё заверните нашей собачке. Старшему надо было крикнуть на весь Макдональдс. Ура! Папа купит собаку! Я ему говорю, Гоша, вот ты у нас первенец. На тебя смотрят все твои братья по разуму. А ты себя так ведёшь. Ирка, мы с ним были в зоопарке. Стоим напротив клетки, там две обезьяны, мать с сыном. И я говорю ему, Гошенька, вот маленький, это гиббон. Этот орёт на весь зоопарк. Понял! А рядом гиббона мать. Чтоб я ещё раз родила? Да что это, Дима наш. Поехал к деду в деревню. Зашёл в загон, где корова стояла. Начал дразнить. Дед прибегает на шум, говорит, Димка, отойди от стойла. Этот ему кричит, сам от стойла. Я, да, я чуть сквозь землю не провалилась. Это ужас. А были у нас в гостях свинцинские. Ну, ты знаешь, свинцинские, да. Эти будут сидеть, пока в холодильнике даже лёд не кончится. Уже на пороге стояли. Меня тёнул спросить. Дети, что нужно с какой-то гостью ходят? Рома сказал. Слава. Печер. А с гиббонем соседа, Оксанка, Сделала при этом, с собой так не следили. А тут сделала химку. Зашла спросить, ну как ей? Ира, я слова сказать не успела. Рома прокомментировал. Тётя Оксана, вы чё, розетку чинили? Чтоб я ещё раз родила? Я в школу уже не хожу. Я не выдерживаю, Ира. Тут на собрании классная говорит, да, ваш Миша тут опять выдал. Я говорю, ну говорите, я уже села. Сочинение писал. Слушай, ну учительница дала задание какое-то вообще странное. Детям не нравился финал Тургеневской муму. Жень была собачку, которая тонет. И она попросила ребят придумать своё продолжение истории. Светлое. Этот придумал. Пишет в тот вечер. Герасим и Мума. Не пошли к реке. Они ещё лет 20 прожили душа в душу. С Мумой. После чего Мума сдохла. Хэппи-энд. Описал сочинение. Ирка, сделал всего одну ошибку в одном слове. Школа лежала пластом урока 3. Пишет. Трактористы приступили к весенней похоти. Чтоб я ещё раз родила. Ой. А по биологии тут выдал. Учительница спрашивает его Миша. Из чего состоит цветок? Ну наша дидетка. Не знаю. Ты знаешь, что есть такие пестики и тычинки? Да. Вот это, говорит, орган полового размножения. Наш. Да вы что? Я же их нюхал. Чтоб я ещё раз родила. Тут папенька наш едет с Колей в трамвай. Заходит женщина в таком, знаешь, цветастом платьице, лёгком таком. И наша юная непосредственность орёт на весь вагон. Пап, смотри, а у тебя трусы такие же. Ирка, это были цветочки? Ягодки были после. Вчера в электричке. Едем. Миша приспичила в туалет, только отъехали. Ныл-ныл. Ну папа не выдержал, взял за руку, повёл в тамбур. Возвращаются. Ира, зачем я спросила, ну как? Ира, вагон мирно спал. Ну как? Миша, мама, я пописал. И папа тоже. Ирка, ты выходишь уже? Ой, слушай, жалко, так мало поболтали. Ну давай, Ирка, счастливо, звони. Ирка, Ирка, слушай. Тебе сзади какая-то сволочь всю кофту испачкала. Ирка, слушай, я же тебе главное не сказал. Я же беременная. Второй день уже. Я, знаешь, Ирка, подумала. Мужчины наша слабость. Дети наша радость. Вот так один раз расслабишься, потом всю жизнь радуешься. Ну звони. Пока. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это театр, но как они не могут привыкнуть? АПЛОДИСМЕНТЫ Ужас какой. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорить. Чего не будет? Под фонограмму. АПЛОДИСМЕНТЫ Вестник будет говорить. Вживую. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Это счастье. Евгений Вестник, народный артист СССР. АПЛОДИСМЕНТЫ Трагедия была бы, если бы он послал. А так он будет говорить неизвестно что. И мы это услышим, о боги. Спасибо, что вы не послали к нам Вестника. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрю на тебя по телевидению всё время. Я хочу тебе сказать, я тебе не говорил этого, что ты возрождаешь потерянную на эстраде роль конферансье. Ты это делаешь талантливее, чем все. О чём вы говорите? Потому что ты оснащён такими современными вещами, которые не снились нашим старикам. Можно вас ещё объявлю ещё лучше? Вестник, народный артист! Евгений Вестник! АПЛОДИСМЕНТЫ Я вспоминаю наших старых конферансье. Вы понятия не имеете о них и не считали. Был такой Менделевич. Он немножко с акцентом говорил. Такой обаятельный человек. Он отводил занавес слева. И говорил такой текст, например. Сейчас будет петь тенор, мужчина. Когда мужчина пойдёт тенором, «Для меня это, знаете ли, подозрительно. Особенно был первый тенор в России». Упомянул наш сегодня дорогой ведущий мой рассказ о маршале. Это не анекдоты. Я анекдотов не рассказываю. Надо наблюдать жизнь. Всё-таки анекдоты – это брать взаимы чужой юмор. Декада русского искусства. Фурцева главная. В 50-летие советской власти. Очень плохая погода. И я мог опоздать на спектакль «Малый театр». И меня, чтобы не рисковать, не лететь на самолёте, Фурцева меня пристраивает к маршруту Тимошенко в вагон-салон. А он ещё узнал, что моя фамилия Вестнику. Он узнал, что я у его отца был солдатом в гражданской войну и так далее. Проникся ко мне всей душой. В общем, едем, едем, едем. Очень крупно употребляем. Очень крупно. Вот. И где-то на исходе третьих, вторых суток перед подъездом к Москве, я говорю, товарищ маршрул, он говорит, что, как мы выиграли войну? Он говорит, какую? Он же воевал ещё в гражданской. Я говорю, а сей сенью. Он говорит, а хрен её знает. Он имел в виду, что это чудо свершилось. Он это имел в виду, а хрен его знает, как говорят о чудесах. Значит, это первая часть. Проходит какое-то время, я участвую в концерте в Театре Советской Армии перед выходом. Вдруг подходит ко мне капитан и говорит, разрешите обратиться. Я говорю, да, вот по той кулисе напротив прошёл маршрул Тимошенко, он вас увидел. И просит ответить ему на один вопрос. Как мы выиграли Отечественную войну? Я говорю, передайте ему, хрен его знает. Потом я выступил, опять идёт капитан. Он говорит, маршрул Тимошенко просит вас появиться в банкетном зале, принять участие. И объяснить советскому генералитету, как мы выиграли войну. Я пошёл на этот банкет. В общем, провёл там время по-боевому. Утром, просыпается, часов в 12, звонок. Звонит этот капитан. Он говорит, ну, вчера боевая была. Значит, там боевой налёт был. А? Я говорю, да. А как вы добрались? Я говорю, хрен его знает. Вот вся эта новелла против Машины. Вот у меня есть целый ряд рассказов о театральных накладках. Причём в Малом театре это очень, так сказать, традиция такая есть. Она начинается с Великой Ермоловой. Это первая народная артистка. Она играла с Южным Александром Ивановичем, директором Малого театра. Там выстрел за сценой. Вы, может быть, это знаете. А он вбегает на сцену. Она говорит, боже мой, кто там? Что там случилось? Кто стрелял? Он говорит, ваш муж застрелился. Она говорит, боже мой, муж. И падает в обморок. Ну, тот был зачем-то занят. Там какие-то люди. Выстрел, он выбегает на сцену. Она говорит, боже мой, кто стрелял? Он говорит, вах, мух. Она же подвести не может партнёра. Она говорит, мух, мух. И падает в обморок. Это ещё в Малом театре была классика. Так вот, я вам хочу про такую накладку в моей жизни. В том, что я буду рассказывать вам, я вас уверяю, никакой задумки, никакого кукиша в кармане не было. Но это был факт. Я почётный милиционер Советского Союза. За фильм «Дело номер 36». У меня грамоты есть почётные. Меня всегда приглашали на концерты. Иногда два в колонном зале на весь Советский Союз. А в театре киноктёра, предположим. Да, это было именно там, на Москву, трансляция. Ну, я выступил, меня не отпускают. Я за кулисы, там, начальство. Это не сейчас вот. Никак сейчас мы говорим, что хотим. А раньше отговорил свой номер и пошёл вон, как говорят. Я говорю, что делать? Все молчат. Я говорю, знаете что, давайте я прочту мой аналог Городнича. В зале-то смотрите. Генералитет, полковники, погоны, красивая милиция. Валяйте. Я выхожу и говорю, раз вы так меня приняли, я предлагаю вам заключить на манула Городничева из бессмертной комедии «Ревизор». И начинаю. Вот когда зарезал, так и зарезал. И так далее, и так далее. И потом такой текст дальше. Ничего не вижу. А дальше я вам скажу, какой текст. Это текст, который я произнесу вам сейчас. Я говорил гостям в доме, в моём доме Городничева, когда выяснилось, что ревизор не был ревизором. Ну, сейчас вот нет у меня партнёров. И я стал приглядываться к первым рядам, чтобы найти собеседника. И глядя... А в это время режиссёр по наушникам сказал операторам, внимание, внимание, весь них смотрят на первые ряды, пошла панорама, пошла панорама, и по всей Москве пошла панорама. А я в это время говорю, ничего не вижу. Вижу какие-то святые рыла. Вместо лиц и больше ничего. Ну, кончилась трагедия. Режиссёры сняли с работы. Оператора отстранили от правительственных концертов. Меня пять лет не приглашали. И потом вдруг звонок. Украинец говорит, добрый день. Я говорю, да, надо возобновлять, понимаете, наши взаимоотношения. Юмора мало. Давайте послезавтра концерт в колонном зале. Что будете читать? Я говорю, монолога родничья. Не надо. Я говорю, так ну что, получилось же ерунда. Я же не нарочно это делал. Я даже не подумал. Я не знал, что панорама будет. Он говорит, ну ладно, у меня к вам просьба. Вы там такой текст у вас. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла. Скажите так. Ничего не вижу. Вижу какие-то приятные рыла. Я говорю, ну я не могу. Там нету Гоголя этого текста. В общем, сказал, все было нормально. И тогда еще я подумал. Вот говорят, классика устаревает. Нет, судя по этой истории, она еще в боевом строю. Малый театр был первым русским театром, который посетил Израиль. Это было в 90-м году. Принимали нас просто феерически. И вот после нашей гастроли, тем более я как-то там сказал, что по телевидению я сказал, что Израиль не только объединяет евреев, но и разъединяет. После этого мне руки целовали. Потому что в разных материальных положениях там люди даже уехавшие или не уехавшие, не важно. И в общем интервью, заключительное интервью. Молодая женщина. 40 минут. Очень такие каверзные вопросы. Я умею превратить все в юмор. И когда это все закончилось, я говорю, как вас зовут? Наташа. А как узнать вот Риагаж? Вот в театре-то я слышу Риагаж, а вот по радио нет. Она говорит, момент. Я сейчас позвоню своей маме. Мы из Киева. Моя мама ваша поклонница. Она вам все скажет. Она набирает номер телефона. Что-то говорит. Матери дальше отдает мне трубку. Даю вам слово. Я не переставлю даже знака препинания. Вестник. Я говорю, да. Добрый день. Я говорю, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы помните, как 37 лет тому назад вырвались в мой номер гостиницы «Арианда». Да, у меня нога подкашивается. Первая мысль – ребенок. Да, и я знала, что вы ошиблись. Вы перепутали номер Евгения Матвеева, где у вас происходил мальчишник бравурный. Я вам тогда сказала, уходите пьяной рожей, дайте мне поспать. А вы так ехидно захихикали и сказали, Женька, ты уже успел и женщин пригласить? Я говорю, мадам, я убедился, что на обетованной земле, что Бог есть. Он посылает мне через 37 лет возможность перед вами извиниться. Она говорит, нет. Я не это хотел вам сказать. Я хотел сказать, что я очень жалею, что не открыла вам дверь. Пьян, давай такую сцену сыграем. Представь себе, что ты приехал в Москву, поступал в театральное училище, не поступил, пришел на вокзал, надо тебе уезжать из Москвы, а тут на вокзал поезд приходит и приезжает. Твой любимый артист, человек, который может помочь тебе, это Вячеслав Шалевич, и ты его должен встретить. Откуда я не из Москвы? Откуда я? И ты с Украиной, и поезд с Украиной, тебе и на Украину уезжать надо. Вот давай. Я сижу и жру салу. Украинец. И еще украинец с дефектом речи. С дефектом речи, с заиканием. Поезд, поезд идет, видишь? Ты должен встретить. Это с Украины, он по-другому. Я ж не знаю, куда рыпаться. Яки, где платформа? Да ты чё там зал ожидания? Яки? Там зал ожидания. А с вещами куда? На, подержи. Держи чемодан. А я тебе не доверяю. Я ж с Украины. Мало ли что, волосы разные. А где Шалевич? Шалевич, где Шалевич? Не, я не могу. Не, не, не можешь ты, действительно. Вот посмотри, как надо встречать Шалевича. Вот я сейчас объявлю, и все его встретят. А ты поучись, как надо встречать. Итак, Вячеслав Шалевич. Слава. Народный артист. А я тут мучился, тебя встречал. Ты сам на это выходишь. Про поезд я сразу вспомнил, когда один артист, не буду называть его фамилию, достаточно наполнился перед вокзалом, а его встречает жена. Он так разволновался, что закурил. Она входит, видит его, говорит, ну спасибо, что закурил, теперь я знаю, где у тебя лицо. Ну, кто знает, и все знают, что театр Вахтангу начался со спектакля «Принцесса Турандот». Это наша визитная карточка, мы начинаем им сезон, закрываем сезон. А надо сказать, что этот спектакль в свое время очень много ездил за границей. И играл этот спектакль на языке той страны, в которую мы выезжали. Но это не значит, что у нас все артисты знают иностранные языки, у нас некоторые своим до конца не овладели. Но все-таки месяца за два приезжал переводчик и давали всем артистам там листочки бумажки, где был написан текст иностранный русскими буквами. Ну, особенно нагрузка в этом спектакле, естественно, имели четыре маски. Их играли роскошные артисты Леша Кузнецов, Михаил Саныч Ульянов, Юрий Васильевич Яковлев и легендарный, великий наш артист Николай Алимч Гриценко. И тут нам досталась поездка такая в три страны, сразу Венгрия, Чехословакия, Югославия. Ну, все нормально было в Будапеште, все-таки учили два месяца, все хорошо, газеты написали, как замечательно, разговаривают по-мазьярски. Особенно поразил всех Гриценко. Приезжаем в Чехословакию, играем в Праге на чешском языке. Все проходит хорошо, мы переезжаем в следующий город, Братиславу. Начинаем утром репетировать, вдруг такой скромный человек, мэр города, подходит и говорит, извините, ради бога, у нас здесь Словакия, у нас язык словацкий. Мы говорим, а мы не учили. Ну, он говорит, ну, и он давали талантливо, у вас впереди ночь, полдня, переводчик нагнали, поставили артистам два ведра кофе. Ну, на следующий день вышли наши маски, но лица у них были как наркоманы, они так кофе-то напили, да и красные. Но всех поразил Гриценко, который вышел с такими черными руками. И все не понимали, почему. Оказывается, он в себе из текста этот Словакский, он написал себе черным фломастером на руках, а поскольку он плохо видел, то он все время... Ну, никто ничего не заметил, подумаешь, ну, такая вроде характер. Все благополучно, приезжаем, и следующая страна, Югославия. Ну, в Белграде, естественно, на сербском языке мы играем, все хорошо, все благополучно, хорошо, и мы приезжаем в следующий город, Любляны. Ну, в Люблянах тоже репетируем, вдруг там же подходят люди и говорят, вы знаете, неудобно, здесь у нас не сербский, здесь у нас славянский. Словения, у нас язык славянский, там Словакий, здесь славянский, мы ничего уже не понимаем, надо переучить. Ну, опять опыт есть, все прекрасно, опять переводчики, опять кофе. Николай Леонидович вышел уже с зелеными руками, он себе написал все зеленью, на манжетах тоже все, все написал, все благополучно. Мы переезжаем в следующий город, Югославия, Загреб. А Загреб, это Хорватия. Это как русский от армянского примерно разница. Ну, вообще, они будут занимать ваше внимание, когда в огромном Загребском оперном театре открылся занавес и вышли наши маски, то Николай Леонидович Гриценко заговорил на языке, которого пока на земном шаре не существует. Он заговорил на всех языках, которые он когда-либо учил, в школе, во всех поездках, на все. Притом он ничего не понимает, что происходит, он месяц носится по сцене и что-то все время говорит. Ну, хорваты ничего не понимают, думают, так все Вахтангов и поставил, ради бога. Внизу эти переводчики, они в ужасе начинают листать листочки, какой язык не понимают, за кулисами паника. И когда все это зашло в тупик, когда уже никто ничего не понимал, чем же все это закончится, тогда Юрий Васильевич Яковлев, взяв себя в руки, наплевав на все, на все, что происходит за кулисами, там, у переводчиков в зале, громко на весь зал, поперек, все, говорит, Коля, ну их нафиг, чеши по-русски. И Николай Оленьевич подымает заребанные глаза и говорит, Юра, а по-русски-то как? Суслик Суслик Моя бабушка жила в стыдной местности, у нее была корова, а вокруг меня нету. У нее бегали суслики. Бабушка очень любила корову, но не любила сусликов, она их кушала. Вы спросите, почему бабушка не кушала корову, которая была рядом, а кушала сусликов? Ну, во-первых, корова была большая, ее съесть трудно, правильно? А суслик маленький, его съесть легко. Все полезно, что в рот полезло, всегда говорила бабушка. Всяк выпит, да не всяк крякнет. Ну, во-вторых, корова дает молоко, сыр, масло, сыворотка, творог, шоколад молочный. Суслик здесь, зараза, ничего не дает. Суслика дает, людей смещит. В-третьих, корова никогда у бабушки ничего не воровала. Суслик, зараза, всегда у бабушки все воровал. Молоко, сыр, масло, сыворотка, творог, шоколад молочный. Сколько, говорит, волка не кормить, все равно больше, чем у кабана не вырастет, говорила бабушка. Но побольше, чем у суслика. В-четвертых, если бы бабушка и села коров, то через какого-то промежуток времени ей пришлось бы есть суслика. Поэтому и бабушка была сыта, и корова цела. Моей бабушки уже давно нет. Коровы тоже нет. А суслики последний день живут. Включи фонограмму для меня, пожалуйста. Дорогой друг, погромче. Дорогой друг, погромче. Дорогой друг, погромче. Дорогой друг, погромче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Девушки, модуляция Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»